До начала учебного года осталось две недели. Школьники и их родители покупают форму и принадлежности. В учебных заведениях завершаются текущие ремонты и необходимые проверки. В селе Несси этим летом в школу отправятся 173 ученика, а в новый детский сад 75 воспитанников. Александра Литкова расскажет подробнее. Трещины в стенах, холод в помещениях в зимний период и еще советская утварь в группах. В таких условиях приходилось ютиться маленьким несянам. Дошкольное учреждение располагалось в двух зданиях, причем одно из них 1935 года постройки. При этом в детском саду не хватало мест, чтобы принять всех желающих. Таким образом, в одном из крупнейших сел округа даже образовалась очередь из дошколят. Норматив у нас идет 70 детей. Но так как у нас большая очередь, у нас много детей, которые подходят к возрасту трех лет и которых необходимо устроить в детский сад, они тоже будут в этом году размещены и будут посещать детский сад. В пределах 25 человек у нас находится сейчас на очереди. Это дети в возрасте от 0 до 1,5 лет. Разгрузить очередь в дошкольное учреждение удалось благодаря строительству нового детского сада. Однотажного здания площадью почти полторы тысячи квадратных метров. В новом детском саду четыре групповые ячейки. Отапливаемые закрытые веранды для прогулок в неблагоприятную погоду с отдельным входом из каждой группы. На сегодняшний день в здании завершена отделка, установлена современная качественная сантехника и закуплена детская мебель. Осталось единственное помыть все от краски, от пыли, развесить санавесочки, расстелить ковры, как говорится, разложить, перемыть посуду, мягкий инвентарь, то бишь это постельное белье, матрасики детское, которое у нас уже в принципе здесь уже скоро подойдет. И все, и к открытию детского сада мы готовы. К строительству объекта компания «Строюниверсал» приступила в июне 2019 года. Сумма контракта составила порядка 230 миллионов рублей. Из них 36 миллионов – средства, выделенные региону из федерального бюджета. Нового здания ждут и ученики, и педагоги сельской школы. В первую очередь из-за нехватки кабинетов и низких температур зимой. В этом году, когда у нас были морозы сильные, действительно, ну не то, что совсем холодно, но прохладно. Да, где-то даже мы переходили на домашнее обучение, дети дома. В школе было прохладно. Температура в коридорах была 0 по Цельсию. А пока в здании постройки 1976 года этим летом провели небольшой косметический ремонт. «Мы сделали косметический ремонт, покрасили только лишь коридор, стены в коридоре. Сделали девочке, технический персонал уборку. Сейчас вот с 26 августа они выходят на работу, снова сделают такой небольшой ремонт, где-то что-то нужно будет подкрасить. А так пока денег на компремонт нет, поэтому вот обходимся тем, что есть на сегодняшний день». 1 сентября в школу ВНИСИ отправятся 173 ученика. Из них 15 первоклассники и 17 будущих выпускников. Что касается пришкольного интерната, то здесь будут проживать 38 человек. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.